Театр вж полон, ложи блещут. В нашем случае, перефразируя Пушкина, скажем, что полон кинотеатр. В Искре отмечает 40-летний юбилей театральный коллектив «Твит» и, как обычно, аншлаг. Я очень надеюсь, что сегодняшний вечер подарит всем как минимум удовольствие, как максимум воспоминания на несколько дней, самые светлые, самые добрые. И я даже не надеюсь, я уверена, что зрителей у нас прибавится. Единственная проблема – придется чаще показывать спектакли, потому что аншлаги – это тоже своего рода ответственность. Видновчане с нетерпением ждут каждой премьеры. И у всех есть любимые спектакли и, конечно же, актеры. Близки по духу мне, в общем-то, я думаю, как и очень многим тоже. Это и Олег Федоров, наша звезда, Елена Матрюнина, Елена Рогозянская, Татьяна Бакай. Наши актеры, ну, наверное, ничуть не уступают профессионалам. И с опытом, который они имеют теперь уже 16 лет и более лет, это все ярче и ярче проявляется. Из сорока мои 16 лет, мне кажется, это целая вечность. Иногда думаешь, что надоело, надоело. Ну, сколько можно вот все вечера и ночи проводить на сцене. А потом, когда втягиваешься в спектакль, когда роль получается, когда зрители аплодируют, это такой заряд, что каждый раз хочется по-новому, по-новому, по-новому выходить, выходить и играть, играть и играть. Театр Твит любительский, а это значит, что сюда приходят те, кто любит запах кулис, репетиционный процесс, свет рампа и жизнь на сцене. Судьба свела здесь разных людей, но все они цементируют коллектив увлеченностью и энтузиазмом. Мне очень нравится. Потрясающая атмосфера, потрясающие люди. С удовольствием иду два раза в неделю на встречу с прекрасным. В последнее время я ни задействован, ни в одном спектакле не был, но все равно остаюсь членом коллектива. Постоянно мы встречаемся на всех премьерах, на репетициях, и мы всегда вместе. Не хватало актеров, ставился большой спектакль, там было 19 персонажей, 19 ролей. Просто не хватало, и я пришел. Не пожалел? Нет, не пожалел абсолютно, потому что мне все очень понравилось, и я остался, и меня приняли. И я до сих пор участвую и буду участвовать еще много-много лет. В сценарий юбилейного вечера предложили сами участники коллектива. В год кино выбор пал на мизансцены из известного фильма «Москва слезам не верит». Театральный капустник не оставил зрителей равнодушными. Мне хотелось бы сегодня спросить, а любите ли вы театр так, как люблю его я? И я уверен, что здесь нет ни одного человека, который хотел бы ответить «нет». Мы вас любим! С юбилеем! Глава района не только наградил действующих актеров, он также преподнес подарки. Один из них наиболее важный. Коллектив получит в апреле. И это будет возвращение на родную сцену отреставрированного Дома культуры. 40 лет начала жизни! 40 лет назад Лариса Сергеевна Гейлис основал этот замечательный театральный коллектив. Но сегодня они не готовы почивать на лаврах. Твит развивается и преображается. Нам есть что сказать зрителю. Мы меняемся, идет время. Начинали в 20 веке, теперь живем в 21 веке. Ну, наверное, что-то поменяется, и мы еще порадуем наших зрителей многими спектаклями и скажем свое слово. А подтверждением этому стали слова все того же кинофильма. Я точно знаю, что в 40 лет жизнь только начинается! Елена Бабина, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Анастасия Нурхонова. Спасибо.